Зима уже близится к своему экватору, а снег и мороз так и не начали властвовать на улицах города. Такая погода как нельзя лучше способствует повышению заболеваемости и распространению всевозможных вирусов. И, как обычно, в этот период наступает сезон гриппа. Острые респираторные инфекции, в том числе грипп, остаются одной из самых актуальных медицинских проблем. В данный сезон отмечается незначительный подъем острых респираторных заболеваний и гриппа. Если взять годы 18-17, то у детей болело, конечно, больше. Это, прежде всего, сейчас идут острая респираторная инфекция. Значит, для них характерны кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры. Тяжелее несколько протекает такое заболевание, как грипп. Для гриппа характерно, на первое место, это симптомы интоксикации. Это сильная головная боль, особенно боль в лобной области. Также характерна очень высокая температура, миологический синдром. В первую очередь медики связывают снижение заболеваемости детей в зимний период этого года с каникулами. Пока дети не посещают детские сады и школы, отсутствует непосредственный контакт с возможными вирусами. Да и в других общественных местах дети сейчас находятся реже. Большую роль в снижении сезонных заболеваний играет и вакцинация от гриппа. По данным статистики и охвата прививок в Белоруссии, охват прививками очень большой. Из них 55% привиты дети и 30% взрослых. Но необходимо учитывать у каждого из пациентов свой иммунный статус. Поэтому особенно опасен именно грипп для детей от 6 месяцев до 3 лет и у людей старше 65 лет. Все зависит от иммунного статуса, конечно. В педиатрическом отделении Брестской детской областной больницы, несмотря на сезон и погоду, маленькие пациенты есть всегда. Однако сегодня наплыва нет. Хотя некоторым ребятам пришлось встретить новогодние праздники на больничной койке. Брестчанка Ольга с 4-летним сыном Сашей поступила в педиатрическое отделение 8 января. Малыш встретил Рождество с высокой температурой. Медики поставили диагноз – острая респираторная вирусная инфекция и оставили мальчика под наблюдением. Мама уверена, таких ситуаций с маленьким ребенком не избежать. Но повлиять на них можно. Надо соблюдать, я считаю, что правила гигиены, элементарные даже мыть руки – это самые элементарные правила. Если пришли, допустим, с улицы, а так, не только с улицы, а даже дома – элементарные правила. Дальше надо, конечно, одевать детей по сезону, не путать их, чтобы им было очень жарко. Врачи также утверждают, регулярное мытье рук сокращает вероятность заболеваемости на 50%. Проветривание помещения и употребление витаминов также обезопасит ребенка от инфекции. И это далеко не полный список профилактических мероприятий. Должен соблюдаться также питьевой режим. Достаточно пить жидкости. Кроме этого, необходимо в достаточном количестве употреблять молочных продуктов, овощей, фруктов, мясных продуктов, круп. Влажность, чтобы в квартире соблюдалось 50-70%. Ну и главное, конечно, во время подъема заболеваемости – это избегать и находиться в общественных местах, особенно во время эпидемии. И помните, независимо от показаний столбика термометра, будьте внимательны к своим детям и при первых же признаках болезни обратитесь к специалистам.